Опять света нет. Опять зажигать. Лидия Ивановна с мужем Евдокимом Прокофьевичем живут в этой деревне более 26 лет. К преодолению трудностей они привычные. Несмотря на почтенный возраст и проблемы со здоровьем, ведут домашнее хозяйство и держат кур. Но даже их долготерпению пришёл конец. Полтора месяца жители нескольких деревень Роковского поселения терпели отсутствие электроснабжения. Обращались в различные инстанции, но никто так и не дал им ответа, когда завершится ремонт сети и в домах будет свет. В 21 веке москвичам приходится готовить еду и греться с помощью дров, а информацию получать беседуя друг с другом вечерами при лучине. У нас сейчас лампочки погорели, машинка сгорела, стиральная сгорела, холодильник сгорел. Ну что это такое? Все пять недель, пока не было электричества, зажигали керосиновую лампу наследства от прадеда. Еду готовили по старинке на печке и сетовали на свою новую московскую жизнь. Узнав о том, что в их края приедет телевидение, жители собрались на импровизированный митинг и рассказывали обо всех своих бедах. Оказывается, что перед вступлением деревни Тетеренки в новый статус, это теперь территория Новой Москвы, местные власти сулили им золотые горы. А на деле отсутствие электроснабжения далеко не единственная проблема жителей. Смешно, просто даже стыдно за Москву. Вот за Москву просто стыдно. Москва, а что у нас здесь есть? У нас ничего нету. Ничего. Вот я сказала, нет ни магазина, ни почты, ни транспорта, ни поликлиники, ни аптеки, ни канализации. И со светом вот плохо. Жителям не до шуток. Говорят, что если их будут считать недостойными внимания, соберут референдум и пойдут с поклоном в соседнюю Калужскую область. Потому что местные чиновники не слышат или не хотят слышать их призывы о помощи. Ну, очень скверные отношения. Нигде ничего не добьёшься. Кому не обращайся, футболь туда-сюда, а никакого решения вопроса нет. То ли присутствие съёмочной группы повлияло, то ли время наконец-то пришло. Но пока мы общались, бригада электриков приехала устанавливать новую трансформаторную подстанцию. Неужели сегодня в деревне на одну проблему станет меньше? По десятке реконструкция линий полностью ведётся сейчас. Отключение как бы с Чеховского района идёт. А сейчас поменяли подстанцию, трансформатор как бы новый на 400. Здесь 250 стоял, будет 400 стоять. Помимо жителей 75 домов в деревне Тетеренке, от отсутствия электричества страдали дачники четырёх соседних СНТ, в которых летом обычно проживает более тысяч человек. А сейчас здесь безлюдно. Прошла Олимпиада. Обратите внимание, мы прямой эфир фактически не видели. Мы только в новостях. Те политические события, которые развиваются, ну вы знаете, вот Украина, значит, прямую речь президента, мы тоже не видели. Мы только всё смотрим в записи. На данный момент то же самое. Почему я говорю, что главное зарядить мобильник и ноутбук, чтобы всегда быть в курсе, что происходит. Свет, как и обещали, дали в этот же день. Но от длительного ожидания у жителей на душе остался осадок. Ведь перед тем, как затевать ремонт электросетей, можно было позаботиться о временном источнике энергии, передвижном генераторе, например. А я только что приехала и уехала. Почему? Так заставила мне нужда. Света нет, наверное, да? Света нет. А кто теперь возместит материальный моральный ущерб Лидии Ивановне? Одних дров сколько пришлось сжечь. Этот вопрос адресуется главе администрации Роговского поселения Роману Адабекяну, который, к сожалению, не смог оперативно откликнуться на обращение граждан и позаботиться об элементарных условиях их нехитрого быта.